Интенсивность обстрелов за минувшие сутки составила 38 нарушений режима прекращения огня. По территории на базе было выпущено 30 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, 39 танковых снарядов, 167 мин калибром 82 и 120 мм. Также применялись гранатомойта, противотанковые средства и стрелковое оружие. Наиболее интенсивному артиллерийскому и минометному огню подверглись Кубышевский район города Донецка, район аэропорта и населенный путь Сартак. Со стороны населенного путь Опытного и Авдеевки с позиции 93-й отдельной механизированной бригады под командованием Клочкова. Подразделения это укронацисты цинично и бесчеловечно обстреливают мирные кварталы. В ходе обстрела Кубышевского района города Донецка получили ранения двое мирных жителей. Один из них это девочка, которой 14 лет. Она получила контузию. Также под обстрел попали населенные пункты Белая Каменка и Горловка. Потерь среди военнослужащих армии ДНР нет. Разведка вооруженных сил ДНР продолжает выявлять факты перемещения военной техники и живой силы противника. В населенном пункте Зержинск, 5 километров от линии соприкосновения сторон, 2 единицы САУ. В населенном пункте Прохоровка, это Волновавский район, 15 километров от линии соприкосновения сторон, 6 единиц Д-30. В населенном пункте Толоковка, 13 километров от линии соприкосновения сторон, 6 единиц РСЗО БМ-21 град. Также стало известно, что сегодня киевские власти планируют провести крупную провокацию в городе Мариуполь под видом проведения патриотического митинга. С этой целью из городов Херсона, Одессы и Николаева доставлены активисты с плакатами и транспарантами для участия в митинге под видом местных жителей. Повышенная активность перемещения тяжелого вооружения вооруженных сил Украины позволяет предположить, что нанесение по митингующей артиллерийскому удару киевского хунта планируют обвинить вооруженные силы ДНР. Таким образом, все эти вопиющие факты в очередной раз доказывают нежелание украинских властей и решить конфликт мирным путем. Мы же продолжаем придерживаться минских соглашений, соединение воинской части ДНР, проявляя сдержанность, не реагируя на провокации карателя. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...